Здравствуйте! Я приветствую вас в Доме актера, и это программа «Аплодисменты». Я Нателла Болтянская, продолжаю представлять вам, на мой взгляд, замечательных авторов-исполнителей. И вот сегодня хочу рекомендовать вашему вниманию Юрия Хефеца. Здрасте. Здрасте. И надо сказать, что Юрий Хефец совсем недавно выпустил, можно сказать, первый альбом. Да, первый диск. При том, что пишет давно. Более того, когда-то, когда это было, когда ты был основателем Екатеринбургского, тогда еще Свердловского рока под псевдонимом Борис Берг? В 78-м году официально, а в 71-м неофициально. Ну, в общем, вы понимаете, какой стаж у человека. И вот он писал всякие разной степени, скажем так, неполиткорректности вещи в 78-м-то году. Совершенно верно. А потом он писал в разной степени страшные вещи, типа песни «Оля и Спид». Да, текст мой. Текст мой. А потом вот буквально несколько месяцев назад был выпущен этот альбом. Альбом, который называется «Тополь», альбом, который мне кажется очень удачным, и альбом, который, мне кажется, принес в жанр русскоговорящего шансона мозги, интеллект. Спасибо. И я хотела бы, ну, говорить мы будем обо всем сразу, но я хотела бы начать с той самой песни, которая, мне кажется, совершенно иная на этом диске, нежели все остальные. В ней нету вот такого внутреннего, если угодно, социального протеста. Это настоящая лирическая песня. И это песня в одном из пригородов Парижа, которую я просто, я как ее услышала, я ее с тех пор пою. Вот, но для разнообразия сейчас будет петь Хефиц, тем более, что у него это немножко лучше получается. Вооружимся. Я, конечно, не сыграю так, как играет Марченко на этом диске, но уж как бог послал. Александр Марченко – это человек, который делал аранжировки. Он гениальный человек, кстати. В одном из пригородов Парижа, где к окнам аластится тишина, В одном из пригородов Парижа луна изысканная нежена. И бледной девочкой тонконогой глядит ровец сквозь полутьму, Как мы крадем со своей дорогой, известной Господу одному. И небо выше, и небо ниже, и что случится с любым из нас, И сколько пригородов Парижа, и что закрыто от наших глаз. И как друг в друга мы тайно дышим, и не умеем от дальних скрыть, Что их дыхание яснее слышим, когда согласны о нелюбии. И слезы ближе них и детский лепет дождя, Над ехелевой свечой, как вечный скульптор природорез. Закат тонированный парчой, и недовольно своей работой Срывает грим, и в ночи одна плывет, покрытая по золотой, Луна изысканной не жена. Усни, родная, не спи, родная, скажи, родная, молчи, молю, Клочок Парижа предместья рая, так будет вечно, пока люблю. В одном из пригородов Парижа, где к окнам ластится тишина, В одном из пригородов Парижа луна изысканна и не жена. Луна изысканна и не жена. Луна изысканна и не жена. Как мне кажется, в этой песне есть абсолютный срез внутренних противоречий автора. Как обычно в строчках «Усни, родная, не спи, родная», или «Скажи, родная, молчи, родная». Это суть любви? Ну, в общем, да. Все так любят. Надо сказать, что я недавно почему-то в каком-то интернет-издании совершенно потрясающе вычитала историю любви. Это была твоя история любви. Но раз уж ты ее рассказал в интернете, расскажи, пожалуйста, в кадре. Ой, это такой долгий рассказ. Ну, суть, суть. Значит, надо просто не столько слушать, сколько рисовать за моими словами. Ну да. 91-й год, декабрь. Все помним это время, да? И я совершенно соответствующий этому времени. То есть, попросту говоря, погибающий, гибнущий во всех смыслах этого слова, вплоть до социального. И вот мой друг Толя Кукуев, замечательный мой товарищ, говорит мне, Юр, ну что ж ты гибнешь-то так? Такие песни, такие стихи, давай покажем кому-нибудь. Я говорю, Толя, кому это можно показать? Действительно. Он говорит, у меня одноклассница, работает на радио, значит, консультантом дикторов где-то на каком-то радиоканале. Она филолог, она прекрасно разбирается в поэзии. Давай я тебе ее покажу. Только одно условие. Я говорю, какое? Он говорит, не пей. Ты будешь трезв. Да. Он говорит, не пей. Я говорю, ничего себе. А я в то время пил, ну как верблюд, в общем. Много сильный впрок. Он говорит, я тебя прошу, она пьяных ненавидит. Увидит, что ты пьян, услышит запах. Разговаривать не будет. Не будет разговаривать. Я дал честное слово, что придут резвые. И немедленно пошел напился. Поскольку был понедельник. Ну да. Сам понимаешь. День тяжелый, после воскресенья. Ну я крепко выпил, пришел к нему. Он открывает дверь, видит меня, говорит, пошел вон. Пошел вон. Мне стыдно перед Мариной. Иди, пока она тебя не видела. Я говорю, Толя, 50 грамм коньяку. Я был как новенький. Да, он раскричался. Что за дела? Ну конечно. Да, очень хороший парень. Я выпил, встал, как новенький. Он меня повел, где стоял. У него в комнате был замечательный инструмент, пианино. Я же не гитарист, я пианист. У меня же все-таки 10-летнее музыкальное образование по классу фортепиано. Прекрасное немецкое пианино. О трех педалях. Светлого ореха, Нотелло. Я сел, стал играть. Распел. Распелся, все. Вдруг звонок в дверь. Слушал, он пошел топ-топ-топ-топ-топ и говорит, «Ой, привет!» И слышу ответ. «Привет!» «Привет!» Вот так говорит твоя жена. Я знаю, как она говорит. И я влюбился в этот голос. Не видя ее, я умер. Фантастика. Я влюбился в этот голос. И когда она вошла, когда я ее увидел, только мой опыт работы в шоу-бизнесе позволил мне не потерять сознание. И она говорит, «Юра, вы знаете, у меня очень мало времени». Толик говорит, значит, что вы там автор какой-то. Одну песню спойте, самую любимую. Если мне не понравится, я вам сразу скажу, «Юра, это плохо», и мы расстанемся. Вот секундочку. Нет, вот одну секундочку. Вот давай мы сейчас, как бы сказать, ситуацию раскрутим. Что ты спел? Да, вот, пожалуйста. Вот она, моя любимая песня до сих пор, которую я написал в 18-летнем возрасте, в 71-м году. А записал в альбом только через 10 лет, потому что боялся. Держал в голове. Называется она «Испанская баллада». В туалете на площади Гарсия Лорки Повстречался я с импровизатором юным И в удушливой вони портвейной хлорки Зазвенели поэзии горькие струны Он читал, напевая голосом звонки Моя перенья соткал И поднялись мы в небо И мелькнули внизу бирюза амазонки Серебро океана и золото хлеба И кружилась земля, то седая от горя То забывшее горе в огне карнавала Корабли погибали в бушующем море И в долину ползли облака с перевала И рванулись мы до звезды Мы грохнулись лвами Об алмазную твердь Вечно синего свода О, не лгите, что было такое и с вами Это было со мной Это просто свобода А потом я увидел, как в дворике сонном Молодые супруги друг друга любили Утопая в объятиях от страсти бездонных Подчинялась любимой любящей силе А потом слушал я серенады прибоя Проплывая, как тень над заливом колами И вернулся туда, где от пьяного боя Плакал в жуткой тоске Юный импровизатор Я сказал ему Ах, дорогой, не спешите Вы вглядитесь, и ненависть ваша растает Эти люди чисты Но развитие событий Заставляет их бить Тяжелые двери А безверы им страшно Тоскливо и пусто А безверы И люди они И не звери Он взглянул на меня Улыбнулся счастливо И исчез, растворился В вонючем тумане Ах, как все это было легко и красиво Я его обманула Меня кто обманет Он теперь терпим его ключи подбирает Чтобы вывести мир Из клопиной коморки А пока мир портвель На троих разбивает В туалете На площади Гарсиалорки И вот я себе абсолютно представляю Мы еще вернемся к истории этой песни Испанская баллада Но я себе абсолютно представляю Моего сегодняшнего собеседника Который изо всех сил притворяется трезвым Ну да А рядом с ним сидит очень строгая женщина Честное слово Я дружу с твоей женой Она очень такая суровая дама Сто процентов И что она сказала, услышав эту песню? Она сказала, а еще? Я говорю, нет, минуточку, Марина Вы сказали одну Вы сказали одну Ну то есть куражится так куражится Да, она сказала, на одну еще есть Я спел еще одну Потом она говорит, и еще? Короче, это было все 11 декабря 1991 года А 30 октября 1992 мы уже поженились Ну вот бывает же так Ну вот я свидетель живой Так более того я тебе скажу Более того я тебе скажу Через много лет я узнал Что в этом же доме В этом же подъезде В квартире ниже этажом Жили мои родители в 43-м году И в этой квартире умер мой дед Ну это уже... Я узнал это совершенно случайно, Нателла Это уже так не бывает Я тебе клянусь Но я все-таки хотела бы Я хотела бы вернуться к самой истории Ведь вся картина, которая описана в Испанской балладе Это где? Город Екатеринбург, бывший Свердловск Площадь имени 1905 года Памятник Владимиру Ильичу Ленину Тут же рядом, в те годы сейчас не знаю Тут же рядом огромный всем известный общественный туалет Глубоко вырытый, как станция метро И в этот туалет ходили все дамы и господа Выпивать и закусывать Ну что ж, я думаю, что мы сейчас Нормальные дела Мы сейчас поставим многоточие в этой части нашей истории Перейдем к другой части истории Потому что у Юрия Хеффец много Всяких разнообразных направлений В его таких повествованиях И я хотела бы сейчас Уже вот средневековье Ну средневековье так средневековье Пиратский брик в море Огни святого имени? Мне так нравилась вообще вся эта история Мне так нравилось, что перед тем, как погибнуть Обязательно должно быть увидено что-то светлое в море И потом в этот прекрасный момент Я в абсолютно скверном настроении узнаю Что Хеффец, оказывается, про это написал Про то, что я так хотела описать Давай Это огни, да? Это огни Ну вообще-то они, конечно, не светлые Это же страшная вещь Ну и ладно, все равно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok